Данный материал содержит элементы рекламы. Осталось еще всего две пятницы, так что февраль пролетает как-то незаметно. И это прекрасно, великолепно, здорово, весна все ближе. Ну давайте о погоде поговорим. На следующей неделе зима начнет отступать, но не окончательно. Ну а последний рабочий день этой недели ничем новым нас не удивит. Существенных осадков не ожидается, за исключением небольшого количества на севере страны. Днем, правда, довольно холодно, особенно по сравнению со всей зимой, да, довольно прохладненько ночью, да. Ветер северо-западный от слабого до умерен, днем в отдельных районах усилится. Максимальная дневная температура будет колебаться в пределах от нуля до 5 градусов со знаком плюс по Цельсию, естественно. В общем, мерзнуть нам не так-то долго осталось. Да, что там, да и сны, хотя кто его знает, помнишь, какая весна там будет, то снег в марте, то в апреле. Не надо, не надо, не надо, не надо. Вот, извини, если забрызгнул. В общем, давайте начинать сегодняшнее утро и прямо сейчас по традиции поговорим о сегодняшней дате. 10 февраля 1636 года обнаружено первое упоминание такого популярного бытового прибора, как утюг. В те времена он представлял собой мощный, тяжелый, монолитный прибор с гладкой подошвой, который загружали в печь для нагревания. Потом были версии с отделением для горячих углей, которые засыпались в утюг. Ну а как выглядит утюг сейчас, все мы прекрасно знаем. Современные утюги модернизированы настолько, что только внешним видом они напоминают своих предков. Они работают от электричества, универсальные, удобные, безопасные и они недорогие. Ну а чем еще сегодняшняя дата ознаменована? Давайте посмотрим прямо сейчас. 10 февраля отмечается Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называют сухие семена бобовых растений, то есть растений, плоды которых созревают в стручках. Самыми известными из них являются горох, фасоль и чечевица. Известно, что зернобобовы являлись частью рациона питания еще в Древнем мире, где специально для этого выращивались. Обладая высокой питательной ценностью, эти культуры способствуют решению проблем голода в отдельных регионах мира, а включение их в постоянный рацион питания положительно сказывается на здоровье людей. Россия, 1784 год. Указом императрицы военно-морской порт и крепость на Черном море получает название Севастополь, в переводе с греческого – город славы. Отцом Севастополя по праву считается Потемкин. Светлейший князь сам выбрал для него место, придумал название и, наконец, выстроил его по собственному проекту. Сегодня отмечает день рождения российская актриса театра и кино Людмила Артемьева. Настоящая всенародная слава наступила после выхода комедийно-драматической теленовеллы «Таксистка». Проект принес Людмиле огромный успех и славу. Зрители забрасывали редакцию сотнями писем. А потому уже скоро сериал был продлен еще на три сезона. Впоследствии, уже в статусе сложившейся знаменитости, актриса снялась в сериалах «Сваты» и «Кто в доме хозяин». Названные проекты принесли ей новый успех. Чего в интернете только не происходит. И пользователи интернета зарабатывают уже и лайки каким-то самым необычным образом. Предупреждаем сразу, некоторые из них повторять не рекомендуется. Ахинеи, в общем, развелось огромное количество. И все это выносится, естественно, на суд зрителей, которые довольно часто во все происходящее верят. Но эксперименты бывают довольно забавными. И посмотреть их интересно. И развенчать в том числе. Со стороны настоящее чудо, которое и лайки поможет собрать, и друзей удивит. Особенно тех, кто не в курсе, что в чистой, без примесей и воде лед не кристаллизируется до минус 40. Что и два часа в холодильнике при минус 18. А вот когда, наконец, этот центр кристаллизации у нее появляется, одно дело увидеть и восхититься волшебством, и совсем другое, попробовать повторить все это дома. Все еще думаете, что залог интересного эксперимента знания законов физики и химии? Вовсе нет, ответят вам блогеры. Миллионные просмотры обеспечивают наличие дома микроволновки. Экспериментаторов так и тянет поместить в нее что-нибудь не очень нужное. Но ведь и правда же интересно, что будет, если... Ух ты, горит практически локальный филиал музея Теслы. А чтобы такого не происходило, люди бывалые цоколь помещают в стакан с водой. В общем, учить им отчасть перед тем, как попробовать. Это плазма-шар. Кладем сюда провода. Не работает. Кладем боком. Закрываем. НИРО! Чужой опыт, как водится, никого ничему не учит, а только провоцирует повторить. Благо, за ингредиентами идти недалеко. Сладкая газировка, сода и вуаля. Больше, больше. И замешиваем. Четыре килограмма. Сограй килограмм соды. И сейчас будем поджигать. Но количество, увы, далеко не всегда превращается в качество. А сода, кстати, и дома пригодится. Особенно, если вы уже прониклись духом экспериментов. При ожогах любой кислотой отлично, говорят, нейтрализатор. Если вам стукнуло 30, то пора менять уход за кожей и телом. И выглядеть будете свежо, и бодрость вас не покинет. Я все-таки начинаю пугаться, когда конкретно вот эта цифра предполагает сразу изменение подхода к жизни, ухода за собой и так далее. Причем я тебе скажу, вот, когда накануне дня рождения, до 30 лет, все хорошо, ты красив, бодр, свеж, молод, 30 лет стукнуло ровно, все сразу где-то вот в пояснице прихватит и так далее. Я это проходил. Как думаешь, если паспорт накануне 30-летия выкинет, поможет? Нет, это не работает. Хорошо. Если возвращаемся к уходу за собой после 30-летия, главная рекомендация – это полюбить себя еще больше и внимательно относиться ко всем процедурам. Ну а далее мы расскажем вам и покажем, с чего начать свой день и чем заканчивать. Начать утро с легких упражнений – идея на миллион. Встаньте прямо и поставьте ноги вместе. Сложите ладони перед собой. Мышцы пресса и ягодицы должны быть напряжены. На выдохе наклонитесь вниз. Расслабьте руки, спину и шею. Если трудно, согните колени и поднимите пятки. Затем перенесите вес вперед и плавно перейдите в планку. Держите пресс, спину и ягодицы в тонусе. Повторите планку и горку несколько раз. Чтобы сбросить напряжение, откатитесь живот на коленях. Задержитесь в этой позе несколько секунд и повторите комплекс сначала. С возрастом десна становятся чувствительные и могут кровоточить даже при минимальном воздействии. Избежать этой неприятности поможет комплексный уход. Зубной щетки недостаточно, чтобы удалить бактерии и налет. Пользуйтесь ополаскивателем. Он восстанавливает иммунитет полости рта и укрепляет десна. Щетку же выбирайте с мягкой щетиной. Она не травмирует десна. После 30 лет базового ухода в виде очищения, отшелушивания и увлажнения недостаточно. Откажитесь от агрессивных моющих средств и лосьонов со спиртом. Для профилактики старения кожи важно правильно отшелушивать поверхностный слой. Для этого подойдут пилинги на основе альфа-гидрокислот. Выбирайте также косметику с витаминами Е, С и с натуральными маслами. Обратите внимание на питание. Именно от количества полезных элементов в рационе зависит здоровье и красота волос. Включите в меню жирную рыбу, орехи, фрукты и овощи. Чем разнообразнее питание, тем больше полезных элементов получает организм. Доказано, что 3-4 фрукта в день улучшает самочувствие и поднимает настроение. Холодный воздух, бытовая химия и жесткая вода приводят к нарушениям влаги в коже. Больше всего от этого страдают руки и ногти. Смягчает кутикулу и заживляет мелкие ранки, масло жержаба, миндальное и масло чайного дерева. Нанесите по капле масла на каждый ноготь и разотрите. Делайте это каждый раз, как почувствуете сухость и стянутость. А вы выкинули уже елку или нет? Да, оказывается, из старой елки можно сделать много всего интересного. Так что, мужики, держимся. До 8 марта не так много времени осталось. И вот она нарядная на праздник к нам пришла и уходить не хочет. Наверняка у каждого есть такие знакомые, которые до последнего отказываются убирать елку после Нового года. Но они просто не знают, что весь этот декор можно переработать с пользой. Хвою, например, в баню взять. Меловые веники, оказывается, помогают бороться с последствиями обильных праздничных трапез. По крайней мере, об этом говорят блогеры и из новогодних деревьев делают аксессуар для парилки. Ну и какая баня без мыла? Мыло из сосновых иголок. С добавлением сосновых иголок. Душистое хвойное мыло не только освежает, но и приносит всенародный почет. Ролики с необычным применением бывших новогодних атрибутов набирают тысячи просмотров. Зрителей всегда удивляет находчивость, с которой интернет-умельцы уничтожают следы праздника. Сегодня готовим полезное с надобьес, сосновую мась. Ох уж это новогоднее дерево. И мась лечебную из него можно сделать и ароматический диффузор, и даже целебный чай. Занятие найдется и для дизайнеров-самоучек, потому что новогодний декор, оказывается, можно переделать повседневно. Такая необычная корзина точно украсит любой интерьер. А сделан этот предмет из праздничного дерева. Существует даже целая техника плетения из хвойных иголок. Впрочем, применение после Нового года можно найти не только для елки, но и для игрушек, которые на ней висели. Гирлянда – вещь универсальная, которая будет радовать круглый год. Из нее можно и лампу настольную сделать, и ночник смастерить. А вот еще один оригинальный способ применения для праздничных игрушек. Пара пластиковых бутылок, немного ваток, гирлянда, и получаются вот такие необычные облака прямо у вас под потолком. Новогодние огни украсят комнату, сделают ее уютной, а некоторые блогеры делают из гирлянды вот такие интересные подставки для фотографий. В общем, праздники хоть и закончились, но эту атмосферу можем сохранить до следующего Нового года. Кто из нас не любит рагу? Вкусное, простое блюдо, особенно если запекать его в специальном пакете. Кстати, по поводу пакета и вот этого рецепта в пакете я узнала не так давно. И на самом деле говорят, что таким образом овощи сохраняют как можно больше витаминов и минералов. Это потому что витаминам улетать некуда. Некуда улетать, они все там остаются. И возвращаются обратно. У нас есть три рецепта с курицей. О, это интересно. Когда мы говорим про рагу, вспоминается еще так же «Трое в лодке, не считая собаки». Да. Это фильм, когда они там рагу готовили. Так вот, каждый из рецептов, который вы прямо сейчас увидите, однозначно вкусен. И я уверен, что какой-то из них вам понравится отдельно. Первое рагу с курицей и картофелем. Окорочка и ведрышки положите в миску. Добавьте специи и перемешайте. Специальная смесь сушеного чеснока и трав сделает блюдо насыщенным и пикантным. Переложите в пакет для запекания. Добавьте крупно нарезанный картофель и морковь, кольца лука и мелко порубленный помидор. Закройте пакет зажимом, сделайте несколько проколов и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Аккуратно выложите рагу из пакета и украсьте свежей зеленью. Готово! Второй вариант – рагу с перцами и соусом барбекю. Нарежьте перец кубиками, лук полукольцами, черри пополам. К курице добавьте смесь специй барбекю, которые придадут мясу копченый вкус. Перемешайте. Поместите все ингредиенты в пакет для запекания. Закройте его, положите на противень и запекайте при 180 градусах 40 минут. При подаче полейте рагу получившимся соусом из пакета. И третье блюдо – рагу с курицей и овощами. К мясу добавьте специи и перемешайте, чтобы оно пропиталось сушеным чесноком и травами. Переложите курицу в пакет и добавьте мелко нарезанные овощи. Лук, морковь, перец, сельдерей, а также цветную капусту и зеленый горошек. Закройте пакет, положите на противень, проколите в нескольких местах и запекайте 40 минут при 180 градусах. Подавайте рагу со сметаной. Приятного аппетита! Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Вначале напомним, что мы за ЗОЖ, а вино в Молдове – пищевой продукт, как желатин или мука. По мнению американского диетолога Карена Анселя, идеальное количество употребляемого в день вина составляет 148 миллилитров. То есть получается 147 мало, 149 уже перебрал. Умеренное употребление алкоголя. Один бокал в день для женщин и два для мужчин может помочь улучшить здоровье сердца, считает Ансель, подчеркивая, что вино является самым здоровым напитком. Да, кстати, вот давай вспомним. Сейчас бокалы, знаешь, такие большие. Так вот, в эти бокалы помещается 600-700 миллилитров. То есть бутылку в здоровый бокал такой красивый. Можно уместить. Можно уместить. То есть два бокальчика – это уже прям сильно. Ну, судя по тому, как в заведениях подают совсем чуть-чуть. Да, то есть правильно делают. Вот там 148 миллилитров. Должно оставаться место для аромата. Да. Да. По сравнению с людьми, которые в принципе не пьют алкоголя, те, кто пьют в умеренных количествах, то есть не больше рекомендуемого количества вина в день, имеют гораздо меньше шансов столкнуться с болезнью Альцгеймера или сердечными недугами. Имеет ли это количество накопительный эффект? То есть если я всю неделю с понедельника по пятницу не употребляю вино, в пятницу имею ли я… 5 умножить на 148 – это сколько? 700 с хвостиком. Там что-то. 730, по-моему. Вот. Работает ли? Стандартная бутылочка. Приговаривать ее по пятницам – нехороший знак. Перебор, да? Перебор. Ладно, идем дальше. Значит, я уже говорил, да, про болезни Альцгеймера и сердечные недуги. Это потому, что вино, как белое, так и красное, содержит полифенолы, защищающие сердце и мозг. Карен Ансель указывает, что самым здоровым способом является употребление вина во время приема пищи. Вопрос. Вопрос. Нет других продуктов, где можно взять полифенолы, и что там еще было, и какую-то еще штуку, которая защищает сердце и мозг. Только в вине больше не вариант. Пить невозможно. Точнее, не пить невозможно. Если вы сами не можете принять решение, пить или не пить… Да нет, я скоро просто три года уже не употребляю. Я думаю, что… Где-то полифенол берешь, да? Я что, я своему организму вред наношу. Это как так-то? Нет, на самом деле, некоторые рекомендуют употреблять вино в ограниченных количествах, некоторые категорически против этого. Ну, а если вы сами решение принять не можете, и вам нужна какая-то подсказка сверху, то самое время прислушаться к звездам. Астрологический прогноз прямо сейчас. Овин. Не спешите с покупками. Возможностей потратить деньги у вас сегодня будет немало, как и соблазнов. Но лучше избегать лишних расходов. Позже вы наверняка придумаете отличный способ распорядиться с экономленной сегодня суммой. Телец. Можно обсуждать важные вопросы с близкими, говорить о том, что беспокоит всех. Сейчас вам удается найти верный тон, сгладить все острые углы. Разногласия едва ли возникнут, а вот компромисс наверняка найдется. Близнецы. Могут потребовать внимания семейные дела. Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша помощь. С решением чужих проблем вы справляетесь на удивление быстро. Это почти не требует усилий. Рак. Вероятны необычные встречи. Будет шанс пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Их опыт будет вам полезен. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным. Лев. День подходит для дружеских встреч, романтических свиданий. Вы отлично проводите время в компании тех, кто вас хорошо знает. Иногда даже слов не нужно, чтобы понять друг друга. Дева. День дает возможность определиться с планами, решить, на чем вы сосредоточитесь в ближайшее время. Сейчас никто не пытается давить на вас, навязывать свое мнение. Вы можете сами расставить приоритеты. Весы. Полезно будет отвлечься от привычных дел, заняться чем-то новым. Не все сразу получается хорошо, но настроение заметно улучшается, когда вы добиваетесь первых успехов. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, пообщаться с теми, кто знает, как развеселить вас. Скорпион. Можно многое успеть, но не лишним будет и сделать небольшую паузу, чтобы отдохнуть, отвлечься от забот, подумать о чем-то приятном. Прогулка или небольшая поездка в этом очень помогут. Стрелец. Появляются хорошие идеи, но торопиться с их реализацией не стоит. Лучше запастись терпением и дождаться более благоприятного момента. Пока же можно заняться чем-то не слишком полезным, но приятным. Настроение сразу улучшится, вы почувствуете себя гораздо бодрее. Козерог. Не стоит посвящать весь день скучным, однообразным делам. Сколь бы полезными они ни были. Отвлекитесь хотя бы ненадолго. Вспомните о том, что приносит вам радость. Потратив несколько часов на бестолковое, но веселое занятие, вы почувствуете себя гораздо лучше. Водолей. Общение с людьми, чьи взгляды и опыт отлично от ваших, дарит хорошие идеи. Вскоре вы обязательно воплотите задуманное в жизнь. Единственная сфера, где нужна осторожность – финансы. Сегодня вы склонны к легкомыслию и можете тратить деньги по пустякам. Рыбы. Становится ясно, как решить задачи, прежде ставившие вас в тупик. Пусть получить нужный результат удается не сразу, но понимая, что находитесь на правильном пути, вы чувствуете себя гораздо свободнее, увереннее и спокойнее. Исполнительница из Молдовы Елизавета Король завоевала гран-при на международном конкурсе молодых пианистов имени Фредрика Шопена, который проходил в эстонском городе Нарва. Также девушке вручили диплом за артистизм и вдохновение. Елизавета Король учится в музыкальном лицее имени Рахманинова в Кишиневе. Она выступала в возрастной категории от 16 до 18 лет. В конкурсе, посвященном творчеству польского композитора, в этом году участвовали 30 пианистов из Молдовы, Венгрии, Южной Кореи и Эстонии. Молдовы, Венгрии, Южной Королеи, Южной Королеи, Она – одна из немногих знаменитостей, который удостоен сразу четырех главных американских наград. Это Оскар, Грэмми, Томми и Эмми. В ее копилке также имеются два золотых глобуса Бафта и звезда на голливудской аллее славы. Одна из самых ярких звезд 80-х и 90-х годов. Кэрин Элейн Джонсон, известная как Вупи Голдберг. Американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая. Сегодня о ней наш рассказ. Элма нравится руки Вупи. О, спасибо, Элма. Еще Элма нравится эта штука, которой покрыты руки Вупи. Моя кожа? Да, кожа Вупи. Она такая мягкая и приятная. Добрая волшебница, любимица и взрослых, и детей, она словно сказочное существо в теле женщины. Голливуд уже не первое десятилетие уверен, если близко Вупи Голдберг, улыбку готовь заранее. Только мало кто знает, какой ценой далось девчонке из подворотни, которая даже читать не умела. Профессиональное признание. В ее жизнь как будто и правда ворвалось какое-то волшебство, счастливый случай. Если бы не он, Вупи, наверное, просто замерзла бы насмерть на Нью-Йоркской улице той зимой. Не стоит забывать, что Вупи выросла в самой мрачной, самой бедной и криминальной части Нью-Йорка. И нет сомнений, что именно этот опыт был использован ей в работе. В 50-е прямо вот в этой квартире, в этом доме, который теперь считается дорогим и модным, в беднейшем в тот момент Нью-Йоркском районе Челси, в семье бывшего священника и медсестры растет девочка. Ее зовут Кэрин Лейн Джонсон. Она типичный уличный сорняк. Неблагополучное дитя-гетто. Театральный кружок в школе, вот и вся ее отдушина. И как ни смешно, единственное в жизни театральное образование. А в 14 ее выставили за порог. Лишний род семье не нужен. Школа заброшена, вместо нее наркопритон. Сначала новые друзья приютили, потом подсадили на наркотики. А дальше, в принципе, не было бы ничего. Смерть на улице от передоза. Но и смерть, бывает, отступает, если в дело вмешивается счастливый случай. Той ночью Кэрин Лейн чуть не погибла. Без сознания, она лежала прямо на тротуаре. Шел снег, прохожих практически не было. И только одного человека привела судьба на тот перекресток. Это был Элвин Мартин, директор реабилитационного центра и просто добрый человек. Он практически спас ее от голодной смерти, накормив ее вот таким вот... Вот таким вот простейшим хот-догом из ближайшей палатки. И сделался ее судьбой, в скором времени став ее мужем. Пытаясь вытащить Кэрин из наркотической трясины, он упорно искал, чем увлечь ее так, чтобы жизнь кардинально изменилась. И нашел ее мечту о театре. Дальше только упорство и труд. Он буквально заставил ее написать пьесу и разослать по всем театрам. И не ждать результата, сидя дома, а изучать жизнь. Поэтому в тот год она поработала сторожем в парке, укладчиком кирпичей на стройке и даже гримером покойников в морге. У меня был смешной босс тогда. Он говорит, спустись-ка ко мне вниз. Я пришла, сижу, никого нет. И вдруг такой звук странный слышу. И оглядываюсь по сторонам, понимаю, что гроб приоткрывается. То есть его никто не открывает, он открывается сам. Еще секунда, кто-то говорит оттуда, приветик. Я в ужасе ору и убегаю оттуда. А сзади мой босс из гроба вылезает. Говорит, ну все, самое страшное, что могло с тобой случиться, уже случилось. Можешь спокойно работать и ничего не бояться. И правда, самое страшное как будто осталось позади. Но жизнь Кэрин и тогда нельзя было назвать легкой. Черный цвет кожи закрывал перед ней все двери, а она не сдавалась. К тому времени я перепробовала за стенами театра уже огромное количество разных работ. Это было время, когда всем почти казалось по разным причинам, что чернокожая женщина мало на что способна. Я хотела доказать обратное. На сцене была только она, играла сразу за шестерых героев. Каждой социально неустроенной, но особенно яркой получилась та нью-йоркская пьяница, которая спит прямо на улице. Я была на пляже вместе с моими друзьями, хотя не знаю, может быть, это мои друзья были вместе со мной. В общем, не суть дела, мы все были вместе. На первый показ вообще никто не пришел. Но зато вышла потрясающая статья, которая уже подтянула публику. И в следующий раз в зале было уже 15 человек, а потом уже 30, а потом и полный зал. А потом мы перестали вмещать людей. Ради того шоу Кэрин Лейн Джонсон взяла шуточный псевдоним – Вупи Голдберг. Вупи – это подушечка, которая издает непристойные звуки, а Голдберг – это фамилия дальних еврейских родственников. Тогда же, в 1984 году, в Нью-Йорк Таймс вышла статья, вот я ее нашла, где на полном серьезе описывался феномен Вупи Голдберг. Я цитирую, это артистка, похожая на ребенка, милое клоунское лицо, эластичное тело и остро-социальный юмор. Это был настоящий прорыв. Прорыв и высокая цена за него. Разрыв отношений с любимым и ангелом-хранителем Элвином. Он не поехал с ней в Голливуд, выбрал служение делу – работу в реабилитационном центре для людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. На этом их дороги разошлись. А Вупи, после еще нескольких лет борьбы за место под солнцем, получила главную роль в очень тяжелом фильме Стивена Спилберга «Цвета пурпура». Я проклинаю тебя, пока ты не искупишь свою вину, все, что ты задумал, будет рушиться. А оттуда и до знаменитого привидения было рукой подать. Значит, хотите снять со счета четыре Рубинодорова? Четыре Рубинодорова, скажи «да», скажи «да». Я правильно сказал? Да. 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 Я уже забыла обо всем, и тут звонит мой агент и говорит, помнишь ту мелодраму, куда тебя не взяли? Так вот, они там наняли какого-то парня, который говорит, что отказывается сниматься без тебя. Я говорю, а кто это? Мне отвечают, ну приедешь, разберешься. Ну я и поехала. Он выходит сразу ко мне, даже не здоровается, и говорит, почему ты не хочешь сниматься? А я спрашиваю, погоди, ты что, Патрик Суэйзи? Ты не знаешь, Патрик Суэйзи? Ведь это Патрик Суэйзи настоял на том, чтобы Вупи Голдберг получила роль Одэв Мэй Браун, предсказательницы знаменитого фильма «Привидение», за который ее наградили Оскаром. С моей спиной квартира киногероев Сэма и Молли. А прямо на этом месте снимали знаменитую сцену знакомства двух главных героинь. «Эй, я знаю про кое-что зеленое!» «Эй, Молли, я знаю про зеленое нижнее белье, на котором ты написала свое имя». Ее единственная дочка Александра родила очень рано, 14 лет. Бабушка, разумеется, не стала выгонять ее из дома, а наоборот окружила и дочь, и внучку всей возможной заботы, на которую только была способна. Она лучше других знает, что подросток в трудной ситуации особенно остро нуждается в надежной опоре. Кроме того, Александра – это та самая малышка, которая родилась у нее в браке с Элвином Мартином, ее первым мужем, большой любовью и самым настоящим счастливым случаем. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Я уже как-то говорил в нашей программе, что эту рубрику Стелла ждет особенно. Она берет свой специально для этого приготовленный ежедневник и записывает туда все рецепты, и как завороженная смотрит на то, как готовит профессионал. А потом пытаясь все это дома повторить. Не всегда, конечно, получается, но мы в тебя верим. И ты скоро станешь хорошей домохозяйкой. Ну, я очень надеюсь на это. Ладно, шутки шутками, одеялостные шутками. На самом деле, лучший рецепт от бренда «Амбассадора» наших партнеров – сети магазинов «Максимум». Всем доброе утро! Я Дмитрий Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными кулинарными рецептами или идеями к вашему завтраку, да и не только. Признаюсь честно, лично для меня февраль месяц – это месяц, когда я смотрю очень много кино. Дело в том, что я внимательно слежу за всевозможными фестивалями, в том числе и кинематограф «Знаменитейший Оскар». И они обычно в феврале месяце, конец января-февраль, они обычно обозначают всех своих номинантов, и я стараюсь их всех посмотреть. Не только, дело касается не только там типа самого лучшего фильма или еще что-то такое. Я всегда люблю смотреть претендентов с других стран, лучший фильм на иностранном языке. Ну, короче, в общем, очень долгое время я посвящаю телевизору и просмотру хорошего кино. У меня это, на самом деле, традиция уже очень-очень давно, много лет она у меня существует. Я люблю смотреть хорошее кино. Оно для меня очень много чего значит. Ну и вообще, как бы, я надеюсь, что вы тоже любите смотреть хорошее кино. Кулинарные передачи любите смотреть и хорошее кино. Поэтому сегодня покажу очень классный, простой рецепт попкорна, который классно сделать для того, чтобы смотреть кино в домашних условиях. Ну, понятное дело, что одно дело прийти в кинотеатр на премьеру, а другое дело посмотреть дома в таком семейном домашнем кругу, посмотреть кино, приготовить попкорн и так далее. Я скажу вам честно, что мы, безусловно, живем в таком веке, когда очень просто приготовить попкорн в микроволновке, ну, купить специальный попкорн для микроволновки, закинуть его через три минуты, и все готово, классно. Но я вот как себя помню, я всегда любил готовить попкорн по старинке, в кастрюле или там в казане, как мы раньше готовили, бабушка мне готовила всегда, ну и так далее. Поэтому сегодня готовим попкорн сладкий, будем готовить попкорн, ну, я же не могу готовить попкорн просто так. Готовлю попкорн с белым шоколадом. Давайте покажу и расскажу, как это сделать. Для начала возьмите хорошую сковородку или кастрюлю с хорошим толстым дном и с хорошими стенками. Такие есть, ну, потому что это реально намного удобнее и вообще круче. У меня есть сковородовок, она мне и нужна будет. Я наливаю сюда небольшую. Я сделал, на самом деле, заранее каплю, сделал заранее соленый попкорн еще. Ну, соленый попкорн, вы знаете, как его делать все, что там его делать. Вот. И налил очень много масла. И мне один из нашей, из нашей, один из членов нашей команды, съемочный, говорит, что, о, куда ты так много масла льешь? Нужно чуть-чуть поменьше. Поэтому я решил на этот раз налить чуть-чуть, вот прям совсем мало, что было совсем чуть-чуть. Не знаю, как это сработает, но как это сработает. Итак, в сковородку я помещаю, в глубокую сковородку я наливаю небольшое количество масла. Думаю, наверное, вот прям еще чуть-чуть, прям каплю. Все. И закидываю сюда белый шоколад. Вот так вот. Есть. И дам ему чуть-чуть времени разойтись, совсем немного. И потом закину сюда зерна. И когда шоколад, когда зерна начнут взрываться, методика абсолютно простая. Такую же штуку можно делать и с черным шоколадом, если хотите. Можно с белым, как ваше душе угодно, ваше предпочтение. Хочу сказать о том, что когда шоколад начнет плавиться и начнет взаимодействовать вместе с попкорном, он начнет цеплять вот эту вот сладость от взрывов. И, собственно говоря, все будет у нас прекрасно получится. Ну что ж, давайте закинем сюда зерна. Я думаю, столько хватит. Накроем. По традиции накроем крышкой для того, чтобы уберечь все. Ну и дождемся, пока попкорн начнет взрываться. И, собственно говоря, произойдет магия сладкого попкорна. На самом деле я помню о том, что... Расскажу вам короткую очень историю, связанную с попкорном. Мы вообще привыкли есть попкорн в очень таком классическом виде. То есть это либо соленый попкорн, либо сладкий попкорн, либо карамельный попкорн. И я помню пару лет тому назад в одном из местных наших локальных кишиневских заведений я устраивал настоящие кинопросмотры. У нас был, у меня был такой шефский кулинарный четверг, где мы смотрели либо фильмы про гастрономию, ну там начиная от Джулии Чайлз, заканчивая мастер-шефами и так далее, и прочее, и прочее, заканчивая какими-то классными новинками. И я всегда старался делать какой-нибудь супер-супер крутой, интересный попкорн. И я готовил его невероятное количество вариаций. Поверьте мне, попкорн может быть очень-очень разным. Процесс пошел. Попкорн может быть очень-очень разным. Он может быть и с тимьяном, и с лимоном, и с шоколадом, и с перцем чили, и с корицей невероятно потрясающий попкорн, и со сливочным маслом просто. Ну, в общем, версии попкорна, они очень-очень разношерстные, поверьте мне. Поэтому я вам рекомендую реально обязательно воспользоваться штукой такой, чтобы разнообразить историю про попкорн, потому что это реально классная вещь. Пока у меня готовится попкорн здесь, я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы не забывали ни в коем случае следить за нами в наших официальных социальных сетях максимум.мд, на платформе Фейсбука, Инстаграма, ТикТока и даже Ютуба. Там много чего интересного происходит, поэтому обязательно подключайтесь и следите за нами в том числе там. Ну что ж, мой попкорн практически готов. Еще чуть-чуть ему осталось, чтобы он полностью взорвался. Ну и можно включать либо мою кулинарную передачу, нашу кулинарную передачу, либо хороший и классный фильм. Что я вам рекомендую делать? Поверьте мне, хорошее кино всегда нас немножечко меняет. Если это хорошее кино, оно всегда немножечко на нас очень сильно влияет и меняет. И в этом и есть невероятная магия кино. О, мой попкорн готовится. Не буду открывать крышку, чтобы ничего не запачкать, но обязательно покажу вам результат. Ну что ж, на этой классной, веселой, попкорновской, такой прям, как называется, шумящей ноте хочу вам всем пожелать классного дня в продолжении. Готовьте попкорн, кушайте его и самое главное, как разнообразьте его. Тогда у вас все обязательно получится. Ну а меня зовут Дмитрий Бойко. Мы с вами увидимся в следующих кулинарных выпусках. Счастливо. Пока. Российские ученые назвали новый суперфуд. Ну а если быть точными, то хорошо забытый старый. Да, и как вы сейчас догадаетесь, он редьки не слаще. Да, речь идет про хрен. От простуды защитит, с лишним весом поборется и власть. Сам красоту придаст. Обожают или ненавидят, пожалуй, трудно найти второй такой продукт, провоцирующий по-настоящему ожесточенные споры у обывателей. Это хорошая альтернатива чесноку. Я его ем, чтобы зимой не болеть. И вот с сентября, допустим, не болел. С удовольствием. Там горчичное масло есть. Очень полезно для здоровья. Не знаю, но он, наверное, невкусный. Москвичка Алиса признается, и сама раньше терпеть не могла острый овощ. Все изменилось после того, как друзья приготовили один необычный бутерброд. Берем хрен и размазываем его по бутерброду тонким слоем. Сверху тонко нарезанный огурец, помидор, болгарский перец, яйцо и кусочек сыра. Теперь девушка без острой приправы просто не представляет свою жизнь. Ведь это не только вкусно, но еще и очень полезно. Я люблю добавлять хрен вообще куда угодно. В ту же гречневую кашу, в те же макароны. Но особенно добавлю это именно в зимний-осенний период, когда существуют угрозы, скажем, каких-то неприятных таких заболеваний. Он, конечно, помогает противостоять вот этим неприятностям. И это, кстати, не миф, а научно доказанный факт. Репутацию сильнейшего иммуностимулятора хрена обеспечивают органические кислоты, никотиновое, пантотеновое и фолиевое, а также горчичное эфирное масло и фитонциды. Из-за тяйца анаты, образующиеся из веществ, содержащихся в нем, являются антибактериальным средством, нарушающим мембраны бактерий и снижают чувство куорума. Это такой коллективный, повреждающий эффект бактерий. Для лечебного эффекта нужна совсем небольшая порция. Зимой хрен можно есть хоть каждый день. Причем как свежий, так и магазинную приправу в баночке. Сохраняются, естественно, эфирные масла и сохраняются те полезные вещества, за которые мы и ценим хрен. Это фитонутриенты, тот же синегрин или алиловое масло. Достаточно 10-20 максимум грамм хрена в день съедать, допустим, с мясными, с рыбными блюдами, с холодцом зимой. Вот сейчас мы можем употреблять. Кстати, чтобы снять излишнюю остроту, достаточно просто добавить к нему овощей. Приготовим хреновину, нарезаем помидоры, красный перец и чеснок, поливаем оливковым маслом, солим и запекаем в духовке при 180 градусах примерно 25 минут. Наши овощи запеклись, мы пропустили их через блендер, добавили туда немножко грецкого ореха для фактуры. И сейчас я добавлю туда сливочный хрен. Отлично сочетается хрен как с мясными, так и с рыбными блюдами и даже морепродуктами. Но стоит помнить о противопоказаниях. Хрен не подойдет людям с любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также беременным и кормящим женщинам и детям до 3 лет. Кто из нас не любит рагу? Вкусное, простое блюдо, особенно если запекать его в специальном пакете. Кстати, по поводу пакета и вот этого рецепта в пакете я узнала не так давно. И на самом деле говорят, что таким образом овощи сохраняют как можно больше витаминов и минералов. Потому что витаминам улетать некуда, они в пакет втыкаются и возвращаются обратно. У нас есть 3 рецепта с курицей. О, это интересно. Когда мы говорим про рагу, вспоминается еще также «Трое в лодке, не считая собаки». Да. Этот фильм, когда они там рагу готовили. Так вот, каждый из рецептов, который вы прямо сейчас увидите, однозначно вкусен. И я уверен, что какой-то из них вам понравится отдельно. Первое – рагу с курицей и картофелем. Окорочка и ведрышки положите в миску. Добавьте специи и перемешайте. Специальная смесь сушеного чеснока и трав сделает блюдо насыщенным и пикантным. Переложите в пакет для запекания. Добавьте крупно нарезанный картофель и морковь, кольца лука и мелко порубленный помидор. Закройте пакет зажимом, сделайте несколько проколов и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Аккуратно выложите рагу из пакета и украсьте свежей зеленью. Готово! Второй вариант – рагу с перцами и соусом барбекю. Нарежьте перец кубиками, лук полукольцами, черри пополам. К курице добавьте смесь специй барбекю, которые придадут мясу копченый вкус. Перемешайте. Поместите все ингредиенты в пакет для запекания. Закройте его, положите на противень и запекайте при 180 градусах 40 минут. При подаче полейте рагу получившимся соусом из пакета. И третье блюдо – рагу с курицей и овощами. К мясу добавьте специи и перемешайте, чтобы оно пропиталось сушеным чесноком и травами. Переложите курицу в пакет и добавьте мелко нарезанные овощи. Лук, морковь, перец, сельдерей, а также цветную капусту и зеленый горошек. Закройте пакет, положите на противень, проколите в нескольких местах и запекайте 40 минут при 180 градусах. Подавайте рагу со сметаной. Приятного аппетита! А вы выкинули уже елку или нет? Да, оказывается, из старой елки можно сделать много всего интересного. Так что, мужики, держимся. До 8 марта не так много времени осталось. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла и уходить не хочет. Наверняка у каждого есть такие знакомые, которые до последнего отказываются убирать елку после Нового года. Но они просто не знают, что весь этот декор можно переработать с пользой. Хвою, например, в баню взять. Меловые веники, оказывается, помогают бороться с последствиями обильных праздничных трапез. По крайней мере, об этом говорят блогеры. И из новогодних деревьев делают аксессуар для парилки. Ну и какая баня без мыла? Мыло из сосновых иголок. С добавлением сосновых иголок. Душистое хвойное мыло не только освежает, но и приносит всенародный почет. Ведь ролики с необычным применением бывших новогодних атрибутов набирают тысячи просмотров. Зрителей всегда удивляет находчивость, с которой интернет-умельцы уничтожают следы праздника. Сегодня готовим полезное с надобье сосновую мась. Ох уж это новогоднее дерево. И мась лечебную из него можно сделать, и ароматический диффузор, и даже целебный чай. Занятие найдется и для дизайнеров-самоучек, потому что новогодний декор, оказывается, можно переделать повседневно. Такая необычная корзина точно украсит любой интерьер. А сделан этот предмет из праздничного дерева. Существует даже целая техника плетения из хвойных иголок. Впрочем, применение после Нового года можно найти не только для елки, но и для игрушек, которые на ней висели. Гирлянда – вещь универсальная, которая будет радовать круглый год. Из нее можно и лампу настольную сделать, и ночник смастерить. А вот еще один оригинальный способ применения для праздничных игрушек. Пара пластиковых бутылок, немного ваток, гирлянда, и получаются вот такие необычные облака прямо у вас под потолком. Новогодние огни украсят комнату, сделают ее уютной, а некоторые блогеры делают из гирлянды вот такие интересные подставки для фотографий. В общем, праздники хоть и закончились, но эту атмосферу можем сохранить до следующего Нового года. Два известных нам голоса, но совершенно разные по стилю, объединились и создали песню, которая тронула многих – Игорь Кучук и рэпер Капшон. Песня посвящается матери, и слушатели были приятно удивлены и тронуты результатом. Исполнители думают о дальнейшем сотрудничестве и о будущем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данный материал содержит элементы рекламы